Всем привет! С вами Стик Ботман, и я начинаю девятую серию игре подборщиков. Как говорится, не важно, сколько у двух каналов подписчиков, хоть сто, хоть сто тысяч, если и тот, и другой, рекомендует говно. Вот и в этом выпуске все неоднозначно. Я знаю, что здесь будет много дизлайков, но мне просто захотелось потестить одно из новых видео того самого Арсена из канала Арсик. Ну все, погнали. Ну окей, давайте наконец приступим к распаковке. Я, кстати, хз где что лежит, поэтому начнем вот с этого маленького пакетика. Итак, смотрим, здесь вот такая коробочка картонная, все пришло вот именно в таком состоянии, я еще ничего получается даже не распаковывал, все как с Китая. Итак, здесь мы видим комплекта процессора и что это там оперативная память, что ли? Давайте смотреть. Да, действительно, это у нас оперативная память китайского бренда T-L-L-I-S-R-E. Не знаю, как это правильно прочитать, и тут у нас, я честно не помню, 16 гигабайт DDR4 с частотой 2666 мегагерц. Окей, окей. Так, давайте посмотрим. Слушай, выглядит, конечно, неплохо, но где моя вторая плашка? Я заказывал две, мне приехала одна на 16 гигабайт. АЛОШАРАААААААААА! Во-первых, 1 канал, во-вторых, он хотел 32 гига поставить, что слишком жирно, так как за 35к 16 гигов войдут в литвы, а так бренд хоть и хорош, но двухканалкой по 8 гигов получше будет. Ну давайте смотреть дальше, здесь у нас действительно что-то интересное, я никогда не видел данный процессор вживую, это Ryzen 7, куда нам положили также вот такую очень странную и не вызывающую доверие термопасту с какими-то надписями, 4LED CPU Cooler Used, не знаю, что это они хотели написать, но звучит очень странно. Итак, здесь у нас прям видно по крышке процессора поюзанный Ryzen 7, прям весь такой поцарапанный по всем сторонам, видимо, да, видимо да, он юзанный 100%, 2016 год, AMD Made in China, и это Ryzen 7 Pro 1700, то есть 8 ядер, 16 потоков, архитектура Zen первого самого поколения. Давайте проверим ножки, ножки все в порядке, ножки все в порядке, вроде бы тут никаких повреждений нету, ну, по крайней мере, на глаз я не вижу. Ryzen 7700, конечно, хорош, но опять избыточен, рекомендую к смотру 8 поточные процессор, например, 3300, 5400, 52400G, и, наконец, 53400G. Окей, идем дальше, предположу, что вот в этой вот упаковке лежит все-таки материнская плата, давайте распакуем и смотрим. Итак, у нас тут помятая коробка, брендовая, кстати, Colorful, это китайский бренд, который выпускает как материнские платы, так и видеокарты, я специально брал именно от китайского бренда материнку, чтобы у нас было все оригинальненькое. Так, открываем, ого, ничего себе, здесь комплект еще, давно я такого не видел. Итак, диск, видимо, с драйверами, который мы сразу выкидываем, макулатура, которую мы также сразу выкидываем, два сата кабеля, стандартно, бэкплей, защита на, собственно, порты материнки, и дальше у нас, смотрите, как упаковано красиво, ага, материнская плата на черном текстолите, кстати, выглядит довольно классно. Это, если что, чипсет B450M, здесь у нас идет 4 пина на доппитание процессора, самая дешевая материнка, которую я нашел, усиленный в PCI-Express слот, пахнет прям пластиком, но по виду материнка абсолютно новая, никаких даже коцек и следов от пальцев вообще не видно, похоже, она реально новая, прям из комплекта, как и должна быть. Здесь 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, Ethernet, аудиоразъемы, VGA, HDMI, и, в принципе, все, ничего больше особенного нету, но также есть M.2 слот, который нам также сейчас понадобится. Тут я хотел побомбить, ведь на ней всего 2 слота для памяти, но посмотрев, сколько стоит самая дешевая на 4 слота, понял, что все выбрал правильно. Продолжаем. Так, смею предположить, что вот в этой уже, вот такой вот небольшой посылочке у нас лежит SSD, MBME 2280, 2242, окей, что это у нас? MLC, TLC, NAND FLASH, так MLC или TLC, непонятно. Окей, они просто все любые спецификации здесь написали, но на самом деле это 512 гигабайт, я не стал брать HDD-шку, хватит 512 гигабайт для сборки ПК на очень быстром накопителе. Ну тут есть 2 пути, либо берешь M.2 на 120 гигов и жесткий диск на 2 терабайта, жертвуя скоростью, либо M.2 на 512 гигов, жертвуя объемом. Тут был выбран второй, так что придирок нет, все нормально. Так, с памятью разобрались, предположу, что вот в этой посылке мне пришло охлаждение, нифига себе здесь в тепловых трубах целых 6 штук, ну по крайней мере на картинке, сейчас посмотрим, что тут в реальности. Кстати, вот этот ножик тоже с Алиэкспресса заказывал. Так, достаем. Вот такая вот сверкающая, пердящая башенка, по-моему, довольно годно выглядит, ну по крайней мере упаковка, похоже чем-то на дизайн Дипкула. Это Snowman, то есть как на русском-то получается. Снеговик, снеговик самый настоящий. Давайте смотреть, MT6S. Распаковываем. Комплектное крепление, болтается. И, 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 вполне себе, слушай, вполне себе годный на внешний вид, опять же, правда, весь почему-то покоцанный башенный кулер. Вентилятор выглядит довольно качественно, здесь даже есть вот такие поролоновые прокладки, чтобы оглушить все вибрации. Ну, правда, на внешний вид выглядит вполне себе достойно. 120-мм вентилятор для охлаждения, 6 тепловых трубок, не знаю, насколько они качественные, но все же для охлаждения нашего Ryzen 7 Pro 1700, уверен, хватит просто с головой. Вангую, что вот здесь у нас видеокарточка. Видеокарточку я заказал RX 470. Мне интересно посмотреть, она юзанная или нет, но, опять же, даже если она перепакована, мы это вряд ли узнаем. Давайте распакуем. Ну, скорее всего, она все-таки юзанная. У нас в комплекте сразу идет вот такой вот адаптер питания, который нам не понадобится, и не рекомендую вам использовать именно такой адаптер. Так, все, получается, в комплекте единственное, что лежит, вот такой вот пакет пупырчатый с самим содержимым. Открываем. Итак, это видеокарточка 100% от Asus, какой-то у меня болтик выпал, не знаю, что это за болтик, оставим вот тут, которая с вероятностью 99,9%, также бэушная. Я вижу здесь пыль, ее очень хорошо почистили, но все же она где-то осталась, это немножко неприятно, я бы сказал. Лучше купить бэушную, наверное, у себя в городе, чем заказывать с Али. Ну, посмотрим. Вот это вообще прикол, здесь нету HDMI-ти, дисплей-порта, нету разъемов, я даже не знаю, это реально RX 470 или нет, охренеть. Из доп. питания 8 пин, нету никаких заглушек, то есть нигде, ни на PCI, экспресс-лоте, ни на разъемах. Ну, блин, это неприятно, опять же, что за дичь? Эх, это точно какой-нибудь старый АТ, ведь у него там только VGA. А так, если бы не обманули, то получил бы хорошее видео. Хотя Тануса, который имеет херовый охлад. Компакт, который я сегодня использую, это блок питания Сисоник, который я не стал заказывать с Алиэкспресса, но блок питания с Али лучше даже не пробовать, знаете, когда приходят вот такие вот вещи, как вот эта видеокарта, не хочется доверять там элементной базе той же самой блока питания, лучше взять что-то надежное, пускай оно ваш ПК спасет. Сисоник, 750 ватт, отличный блок питания, отвечаю, наконец-то ты их нормально подбирать стал. В общем, потом он взял супер клевый корпус под светочкой, и ролик заканчивается на тестах, который мы пропустим. Итак, вот итоги. Оценка 7 из 10. Молодец, Арсен. Нет, серьезно. Коричневая туалетная бумажка будет тобой гордиться. С вами был Стикботман.